В современной медицине есть задачи, для решения которых необходим мультидисциплинарный подход. Школа клинического мышления педиатра – это уникальный проект, в рамках которого эксперты разных специальностей объединяются и разбирают сложнейшие клинические случаи из своей практики. Обмен опытом – это важнейшая часть обучения. Присоединяйтесь к просмотру. Присоединяйтесь к просмотру. Детской анестезиологии и рементологии, которую заведует профессор Астрейков. Многие годы он был главным анестезиологом и аниматологом города Москвы. Сегодня профессор Афуков, ну и вы с ним, конечно, работаете вместе. Поэтому нам очень хочется подружиться с токсикологами. Им есть о чем нам сказать, потому что, к сожалению, многие вещи не найдешь в интернете. А для нас очень важно знание, потому что оказание первой помощи и так далее. Поэтому сегодня мы начнем с отравления анальгином. На будущее мы попросим Лидию Анатольевну рассказать о наиболее таких известных отравлениях нафтезином. Я это видела, когда ребенок лежит с температурой 35, потому что мама закапала целую пипетку ему. Ну, это старый случай, но до сих пор такие вещи случаются. Особенно, когда папа берется за лечение, что там по две капли капает, шурует целую пипетку. Поэтому, пожалуйста, Лидия Анатольевна, с удовольствием мы вас послушаем. Добрый день уже получается, уважаемые коллеги. Я перехожу к трансляции. Уважаемые коллеги, спасибо за возможность тоже участвовать в ваших клинических разборах. Потому что, действительно, тема острых отравлений, она достаточно актуальна. Она не перестает терять, в общем-то, вернее, даже не терять, а не перестает занимать достаточно лидирующие позиции среди заболеваний у детей в классе травма. И они, в общем-то, практически занимают в этом классе второе место, пожалуй, среди травм. Это отравление в детском возрасте. Первая часть моей лекции будет посвящена, в общем-то, основным, наверное, сейчас актуальным вопросам, инозологическим формам. Небольшой немного дам статистики. И дальше мы с вами постепенно перейдем к разбору клинического случая пациентки, которая поступила к нам в отделение на лечение, с острым отравлением анальгина. Ну, что я вам хочу сказать, коллеги, учитывая, что это первая лекция, думаю, такая информация, не лекция, первый разбор, я думаю, что такая информация будет для вас интересна. Здесь данные представлены по статистике нашего отделения, где я работаю постоянным сотрудником врачом-токсикологом. И данные собраны за последние, в общем-то, 10 лет практически. Да, и в эту статистику вошли детки, которые были госпитализированы исключительно к нам в отделение. Это не касается амбулатории. Ну, ничего, ничего не нужно. Статистики у нас нет. И вот по данным нашего отделения, как вы видите, синий график – это общее число госпитализаций, которые проходят за год в наше отделение. И внизу красный график – это дети, поступающие к нам в тяжелом состоянии и нуждающиеся в проведении интенсивной терапии в условиях реанимации. И прекрасно здесь видно, что, в общем-то, за последние несколько лет число пациентов, госпитализированных к нам в отделение, в общем-то, значительно возросло. И поддержится примерно 1700-1700 детей, проходящие через наше отделение. В том числе увеличилось число тяжелых пациентов с тяжелыми формами отравления. Лидия Анатольевна, а с чем это связано? Это подростки? Это связано. Это токсиканты различные, целенаправленное употребление? А вот здесь вот я как раз перешла к следующему слайду. Вопрос, естественно, такой закономерный возникает, почему произошел такой скачок госпитализации детей и увеличение тяжелых форм отравления. И вот здесь вот наш возрастной состав, да, это связано с изменением маршрутизации больных. И таким образом до 17-го года больные с отравлениями алкоголем, наркотиками, различными веществами психофармакологической группы поступали во взрослые стационары. Пациенты после 15 лет, они уходили во взрослую сеть. И поступали в два московских токсикологических центра, которые расположены на базе института Склифосовского и больницы братьев Бакрушина. Соответственно, в 17-м году маршрутизация больных изменилась, и все дети до 18 лет включительно стали поступать в наше отделение, детское токсикологическое, вне зависимости от нозологической формы заболевания. Ну и, соответственно, выросло большое число тяжелых форм отравления, которые, в общем-то, связаны, как вы видите, с поступлением детей старше 17 лет. Большое выросло значительное число этих детей. И, как правило, в общем-то, эти дети поступают действительно либо с уицидальными отравлениями, да, когда принимают заведомо высокие дозы токсиканта, или же это дети, поступающие с тяжелым отравлением алкоголем и наркотическими веществами. Соответственно, вот на этом графике, на слайде представлены основные наши проблемы в детском возрасте, с чем поступают к нам дети. И мы видим, что на первом месте среди всех нозологических форм острых отравлений у нас присутствует лекарственное средство, то есть медикаментозное отравление. Это практически 65 в 15-м году, да, и сейчас 37-40% детей поступают именно в медикаментозное отравление. На втором месте, коллеги, как это ни печально, среди нозологических форм у нас присутствует алкоголь. 28% детей – это дети только госпитализированные на лечение, без амбулаторного этапа. И, к сожалению, третье, в общем-то, место на данный момент, ну, на мой взгляд, это тоже такая достаточно серьезная проблема, требующая особого внимания и участия, в общем-то, смежных специальностей привлечения к нашей работе, да, это отравление наркотиками. 12% детей. То есть пока у нас были дети до 15 лет, наркотики в нашей практике были в поле зрения единичные, порядка 1-2% в год. На сегодняшний день это 12-13%. В общем-то, ситуация такая достаточно серьезная среди нашей молодежи складывается. Далее, какие у нас еще встречаются отравления в нашей практике? Это все наши средства бытовой химии. Я думаю, что в дальнейшем будем тоже их обсуждать, потому что вопрос тоже актуальный. Здесь у нас и прижигающие яды, и нефтепродукты, да, то есть все, что окружает нас, это могут быть и детергенты, различные средства по уходу за домом. Ну и дальше идет 10% – это прочие отравления, куда я отнесла отравления ингаляционные, чаще всего это детки с пожара, поступающие к нам, отравления продуктами горения. Вторая группа, которая сюда относится, это отравление биологическими ядами, чаще всего укусы змей, да, и сюда же мы, кстати, относим также отравление грибами. Ну и комбинированное отравление, бывают такие варианты, их достаточно мало встречается. Комбинированное отравление – это сочетание двух этиологических факторов, например, отравление алкоголем, в сочетании с лекарственными препаратами. Вот такая у нас сейчас ситуация на данный момент, которая складывается в детской токсикологической практике. На чем хочу остановиться еще – это лекарственное отравление. Все-таки это лидирующая позиция. Лекарства окружает нас, к сожалению, в нашем быту много, да, не всегда родители предпринимают активные действия к правильному хранению домашних аптечек. И этим заболеванием, медикаментозным отравлением подвержены все группы детей и раннего возраста, и до года детки страдают от этого, чаще всего, конечно, в результате самолечения теми же средствами для лечения ринита, да, и дети старшего возраста. И ситуация у нас здесь складывается следующая. Среди лекарственных отравлений на первом месте у нас находятся психофармакологические средства. Несмотря на то, что препараты строго рецептурные, как правило, тем не менее, в общем-то, в домашней аптечке этих препаратов достаточное количество. На втором месте у нас стоят отравления, как раз, как сказала Ирина Николаевна, да, это отравления сосудосуживающими средствами. Это нафтезины, сонарины, их сейчас достаточно большой выбор. Это 16% детей, госпитализируемых к нам. На третьем месте сердечно-сосудистые средства, 14% наших пострадавших детишек. И следующие 10%, это как раз наша с вами сегодняшняя тема, это отравление анальгетиками и антипериетиками. Какие причины, собственно говоря, развития лекарственно обусловленных заболеваний? Ну, естественно, это активное развитие фармрынка. И я считаю, что абсолютно, в общем-то, таким основным фактором, который способствует нашим заболеваниям, это безрецептурная продажа многих лекарственных форм в нашей аптечной среде. Как я уже сказала, неправильное хранение, опять-таки, лекарственных средств в домашних условиях. И немаловажными являются, конечно, те самые моменты, когда родители либо недосматривают, либо не соблюдают условия назначения препаратов врачами, либо вообще не обращаются за медицинской помощью. То есть бесконтрольный прием медикаментов, несоблюдение режимов дозирования и длительности применения лекарственных средств. И, естественно, еще одна немаловажная причина, которая способствует, в общем-то, развитию лекарственно обусловленных заболеваний, это преднамеренные самоотравления. Это тоже такая отдельная тема, достаточно серьезная. Я думаю, что, если будет интересно, мы ее тоже сможем обсудить. Потому что число суицидальных отравлений за последние несколько лет среди подростков, в общем-то, тоже выросло. И, к сожалению, даже последние наши условия, в которых мы работали, условия пандемии, связанные с коронавирусом, в общем-то, показало о том, что число суицидальных отравлений не снизилось. И в этом году оно стало еще выше по сравнению с прошлыми годами. Ну и таким образом, отравления анальгетиками, в принципе, как вы видите, в детском возрасте занимают одно из ведущих мест среди детской патологии токсикологической. И здесь вот я даже нашла такие сведения, потому что, естественно, эти средства употребляются и в различных странах Евросоюза, и в США, и вопросы отравлений у них также актуальны. И вот по данным США, отравления анальгетиками занимают первое место среди причин обращения пациентов в центры острых отравлений и являются практически в 13% причиной летальных исходов заболевания. Одним из серьезных осложнений, собственно говоря, лекарственных интоксикаций является в нашей практике острое повреждение почек. Частота встречаемости при химических отравлениях в детском возрасте, по данным разных авторов, достаточно высока и достигает от 10% до практически 58%. Что может привести к почечному повреждению в нашей практике? Это нарушение системной гемодинамики, это может быть острый канальцевый некроз, вызванный гипоксией и ишемией, или непосредственно прямым токсическим воздействием лекарственного вещества на почку. И, соответственно, какая еще причина? Это лекарственно обусловленный или идиопатический интерстициальный нефрит. Собственно говоря, почему к этому я возвращаюсь, да, потому что все нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие современные препараты, которые доступны, в общем-то, для нашего населения, они все опасны тем, что основным органом-мишенью, который будет поражаться при отравлениях, острых отравлениях, или при длительном хроническом приеме этих препаратов, основной орган, который будет у нас страдать, это почки. Соответственно, патогенез развития острой почечной недостаточности при приеме нестероидных противовоспалительных средств достаточно сложен и многофакторный. Существует мнение, что анальгетики могут вызывать нарушения окислительных процессов в клеточных мембранах, что будет приводить к дефициту многих ферментов и тем самым будет способствовать развитию канальцевых повреждений. В ряде случаев происходит изменение кровотока в связи с ишемией и страдает тублоинтерстициальная ткань. Соответственно, анальгетики. Анальгетики – это группа препаратов, которая распространена достаточно широко. И одним из таких препаратов, собственно говоря, которые давно уже используются, еще с прошлого столетия, в медицинской практике в том числе и в домашних аптечках находятся в большом количестве и порой используются даже без надобности в ряде случаев. Особенно подростками, которые считают, что если что-то болит, можно выпить и пройдет, при этом не обращаться к специалистам. И вот таким препаратом является как раз анальгетик. Основное действующее вещество – это метамизол натрия. Препарат достаточно противоречивый по своему использованию. Синтезирован он был в 1920 году прошлого столетия в Германии. И с тех пор, в общем-то, он применяется во многих странах мира и отпускается в аптеках без рецепта. Но в связи с накоплением обыта по применению метамизола натрия стали возникать сомнения о возможности использования этого препарата в медицинской практике. И в итоге, в связи с тем, что развивались в ряде случаев тяжелые серьезные побочные эффекты, чаще всего связанные с риском развития агрономцитоза, этот препарат во многих странах стал препаратом, запрещенным в использовании в медицинских целях. И вот с 1991 года анальгин не рекомендован к применению во многих странах мира. Соответственно, он был снят с производства метамизола натрия, и его применение с лечебной целью достаточно стало ограничено. Но, тем не менее, в Российской Федерации анальгин не относится к запрещенным препаратам. Хотя в 2009 году он уже, в общем-то, был исключен из списка жизненно необходимых препаратов, которые используются в нашей с вами практике. Но, тем не менее, препарат до сих пор находится в свободной продаже в аптеке, безрецептурно и активно используется в домашних условиях для лечения различных болевых синдромов. Анальгин – это препарат, который относится к производным пирозоломам. По механизму действия он блокирует сок и снижает синтез простагландина. И, собственно говоря, это его основной механизм действия терапевтический. Но такие могут быть токсические эффекты помимо гранулоцитоза. У анальгин может вызывать, соответственно, как я уже сказала, повреждение почек, может вызывать достаточно серьезные гепатопатии. При передозировках анальгина у пациентов в некоторых случаях при длительном приеме или при острой передозировке могут развиваться альвеолиты. Соответственно, в чем еще риск этого препарата? В тяжелых аллергических реакциях, которые мы можем ожидать у наших пациентов, это кожные реакции синдрома Лаэла или Стивенса-Джонсона. Вплоть до аллергических реакций, особенно у лиц с отягощенным аллергологическим анамнезом, вплоть до развития анафилактического шока. Для производных пирзолона характерно нарушение функции центральной нервной системы при передозировках, потому что анальгин обладает непосредственным прямым влиянием на кору и подкорковую область. Механизм нефротоксического действия здесь заключается в следующем. Это идет нарушение процесса покисления в эпителии канальцев и в интерстициальной ткани. Это подавление синтеза простагландинов. И прямое токсическое действие метамизола натрия на мозговой слой почки. Клиническая картина отравления будет характеризоваться следующей симптоматикой. Точнота, рвота, общая слабость, шум в ушах. В дальнейшем у пациента развивается гипервентиляция, тахикардия и гипотермия. Если помощь на этом этапе пациенту не оказывается вовремя, развиваются более тяжелые нарушения со стороны сознания. Сонливость пациента может сменяться сопором вплоть до угнетения сознания до комы. На этом фоне могут быть судороги. И достаточно типичным признаком при отравлении анальгином будет изменение цвета мочи. Особенно на фоне острой интоксикации. Буквально в течение нескольких часов будет интенсивное прокрашивание мочи в красный цвет. За счет того, что при взаимодействии будет вырабатываться рубеновая кислота, бяновая кислота, прошу прощения, и моча будет вот такого красного цвета. И, собственно говоря, без проведения инфузионной терапии, форсированного диуреза, в течение 2-3 суток, пациенты могут жаловаться на то, что выделение мочи у них происходит ярко окрашенного в красный цвет. Он такой насыщенный, но при этом моча будет прозрачная. Токсические дозы для метамизола натрия – это 100-200 миллиграмм на килограмм массы тела. То есть они достаточно, в общем-то, высоки. Какие общие принципы лечения при отравлениях? Я думаю, что эту тему тоже нужно немножко вопрос затронуть, да, потому что чаще всего отравление анальгином происходит парорально. И как у детей маленького возраста, так и у взрослых детей, у наших подростков. И наше основное действие, особенно на догоспитальном этапе, то, что, как правило, актуально для врачей-педиатров, догоспитального звена, амбулаторная практика, это может быть врачи скорой помощи, это могут быть поликлинические врачи, потому что родители самотеком могут обращаться и в поликлиники в том числе. Да, и наши действия здесь будут однозначны. Это то, что мы первое должны сделать в этом случае, это очистить желудочно-кишечный тракт. То есть мы должны провести промывание желудка, назначить сорбенты. Абсолютно, в общем-то, здесь сорбенты, выбор сорбентов может быть обусловлен только тем, что имеется в наличии в том или ином медицинском учреждении. То есть это может быть активированный уголь, это может быть энтеросгель, это может быть и смекта и другие сорбенты. Дальше наша задача врачей, потому что опять-таки в своей практике мы можем столкнуться с этими отравлениями и в простых педиатрических отделениях, потому что не везде есть специализированные токсикологические отделения на наших просторах Российской Федерации. Да, и поэтому, конечно, риски столкнуться с таким заболеванием всегда есть. Наши действия врача, педиатра – очистить желудочно-кишечный тракт, и мы должны очистить кишечник. Для этого мы здесь будем использовать тоже разные методы. Здесь можно использовать при нетяжелых отравлениях, можно использовать различные слабительные средства, хотя эффект будет достаточно отсрочен. Можем механическое очищение кишечника использовать в виде очистительных, сифонных призм. При более тяжелом течении, если дети поступают в реанимацию, здесь прекрасно себя зарекомендовал метод кишечного ловажа, который используется в токсикологической практике уже достаточно давно. И, в общем-то, сейчас он широко входит в применение в детской практике и при лечении инфекционных заболеваний, при лечении тяжелых эндотоксикозов у реанимационных пациентов. Следующее наше действие врачебное – это проведение инфузионной терапии с учетом, соответственно, естественно, водно-электролитного, кислотно-основного баланса, потому что, естественно, лабораторные показатели при отравлении кастерином будут меняться. Это будут серьезные дисэлектролитные нарушения, в основном связанные с изменением обмена натрия, и тяжелый декомпенсированный метаболический ацидоз может развиваться у таких больных. Соответственно, инфузионная терапия будет проводиться в режиме форсированного диуреза, то есть когда мы будем давать достаточно интенсивную водную нагрузку для того, чтобы как можно быстрее препарат выводился из нашего организма. При этом мы должны будем проводить, учитывая, что у нас развивается у наших пациентов серьезный метаболический ацидоз, будем ощелачивать плазму, и в таком состоянии риски повреждения почек у нас будут снижаться, потому что будет как бы... Ну, антидотом это, наверное, не назовешь, да, то есть мы будем создавать защиту в этом, в щелочной среде, собственно говоря, аметомизол натрия будет... вылетела из головы коллеги Нирничу, ну, собственно говоря, просто будет легче выводиться из организма с меньшими рисками повреждения интерстиция, соответственно. Тяжелые отравления анальгином обязательно в комплекс лечебный будут включаться экстракорпоральные методы детоксикации, это гемодиализ, достаточно эффективен, и продленная гемодиафильтрация, соответственно, и симптоматическая терапия. Здесь хочу сразу сказать, что очень часто спрашивают про антидотную терапию при острых отравлениях. Здесь, коллеги, специфических антидотов при отравлении анальгином и другими противовоспалительными обезболивающими средствами у нас, собственно говоря, нет. И мы с вами переходим к разбору клинического случая. Девочка, 14 лет. Диагноз, которым она поступила к нам в отделение, острое преднамеренное медикаментозное отравление анальгин, тяжелая степень, позднее поступление. Акцентирую внимание на позднее поступление, потому что дальше по анамнезу вы поймете, почему стоит такой диагноз. Осложнение заболевания у девочки, токсическая нефропатия с острым повреждением почек. И анализ в этой ситуации у нас был такой. Девочка за три дня до поступления в стационар к нам в Филатовскую больницу обратилась по месту жительства, в поликлинику, к педиатру со следующими жалобами. Плохое самочувствие, слабость, тошнота, изменение цвета мочи. Описала, что моча стала красная, хотя в анамнезе девочка не болела, не было никаких плановых вакцинаций, не было никаких травм у ребенка. То есть на фоне полного здоровья появляются эти жалобы, и ребенок с мамой обращаются к педиатру. Педиатр, естественно, учитывая жалобы, назначает общеклиническое обследование, назначает общий анализ мочи, назначает биохимический анализ крови, назначает общий анализ крови. При получении результатов обследования педиатр, в общем-то, отдать должное, сориентировался достаточно быстро. Да, он увидел в моче протеин урию до полутора грамм на литр. И учитывая жалобы девочки, изменение цвета мочи, выраженный протеин урию, педиатр отправляет ребенка на госпитализацию для обследования и уточнения диагноза в нефрологическое отделение нашего стационара. В дальнейшем в стационаре, при осмотре, при сборе анамнеза мы очень внимательно, естественно, учитывая, что мы тесно взаимодействуем с коллегами, педиатрами, нефрологами, совместно ведем наших тяжелых пациентов с почечным повреждением. Естественно, мы всегда насторожены в плане сбора анамнеза, различные факторы, которые могут приводить, в том числе и факторы риски приема медикаментов, всегда уточняются. И здесь вот при сборе анамнеза мама и ребенок, собственно говоря, категорически отрицали прием нестероидных противовоспалительных препаратов или обезболивающих средств в высоких дозах. Мы сказали, что категорически нет. Единственное, что нам удалось на тот момент выяснить нашим нефрологам, что девочка периодически, иногда, когда у нее болит голова и она не может справиться с головной болью, она может принимать самостоятельно, без контроля мамы, парцетамол или анальгин, который находится в домашних аптечках, редко принимает норофен. И, соответственно, еще из дополнительного анамнеза стало ясно, что девочка испытывает достаточно серьезные сложности в плане психологических аспектов, в плане социализации. Она находится на домашнем обучении в течение последних нескольких лет в связи с тем, что у нее достаточно серьезные трудности в выстраивании отношений в коллективе, в классе. И вот за последние два года у девочки резко было испорченное настроение, она постоянно испытывала негативные эмоции по отношению к себе, она четко совершенно это озвучивала, но за помощью родители к специалистам не обращались. И, собственно говоря, вот этот момент при сборе анамнеза насторожил нефрологов, и они вызвали нас на консультацию врача-токсиколога, соответственно, мы пришли смотреть ребенка, и что обратило внимание в статусе этого ребенка, помимо общесоматических жалоб, которые вот ребенок предъявлял, что обратило на себя внимание. Девочка действительно была очень грустная, у нее были поверхностные самоповреждения на коже, такие линейные, да, и, в общем-то, конечно, такой отягощенный анамнез в этой сфере нас насторожил, и мы решили все-таки не доверять ни ребенку, ни маме в плане применения препаратов и провести химико-токсикологическое исследование. Собрали мочу, отправили в химико-токсикологическую лабораторию, и, соответственно, через несколько часов мы получили результаты, которые, в принципе, для меня не были неожиданными. И, в общем-то, я уже предположила, что, скорее всего, здесь будет факт приема большого количества каких-то препаратов специфических, и первое, о чем я подумала, это был анальгин. И у нас действительно токсикология нам показала, что качественно определялся анальгин в большом количестве. К сожалению, количественное определение нам недоступно, но качественно, как сказали и врачи-химики, полностью была прокрашена интенсивно вся зона, которая, говорила о наличии анальгина в организме у ребенка. При повторной беседе с девочкой, соответственно, тут же был решен вопрос о том, что необходимо ребенка переводить в профильное отделение для лечения специализированного. И при повторной уже беседе с девочкой, девочка действительно призналась, что как раз за три дня до обращения даже в поликлинику, она приняла высокие дозы анальгина. Она приняла порядка 10-15 таблеток анальгина, умолчала об этом, не сказала родителям, испытывала точноту рвоту, скрывала этот факт, пока наконец, в общем-то, к сожалению, ребенку не стало совсем плохо. При поступлении в отделение нефрология у девочки отмечалась вялость, резкая гиподинамия, отказ от еды, очень низкий объем питья у ребенка, она тоже отказывалась, потому что постоянно присутствовали жалобы на тошноту, жалобы на головную боль и жалобы на боли в эпидеостральной области. Кожа бледная, сухая, дыхательных нарушений на этот момент у ребенка не определялось в плане гипервентиляции, хипноя не было, скорее всего, это прошло уже на догоспитальном этапе, еще до момента обращения в поликлинику такое явление, скорее всего, у нее было, потому что острую картину отравления мы, к сожалению, уже не увидели. Мы увидели уже проблему сформировавшейся почечной недостаточности на момент поступления в отделение уже в нефрологию и на последующий перевод к нам в отделение. Артериальное давление у ребенка, в общем-то, было в пределах нормы, но отмечалась, в общем-то, достаточно выраженная тахикардия, до 120 минут это ходило. Лабораторные показатели при поступлении в отделение нефрологии были следующими. Существенное, несущественное было повышение лейкоцитов, лейкоцитоз умеренно выраженный, но при этом лейкоцитарный индекс интоксикации, в общем-то, уже превышал в несколько раз верхнюю границу нормы. Был повышен С-реактивный белок на момент поступления практически более чем в 4 раза. Мочевина в сыворотке крови оставалась нормальной, креатинин при поступлении был уже выше нормы, 129. Собственно говоря, что мы еще видели? Первый анализ мочи, собранный уже в отделении нефрологии, потеря белка в сутки получалась свыше 3 грамм. Скорость клубочковой фильтрации была снижена практически в 2 раза по сравнению с нормой, 44. Дальше в первые 12 часов с момента госпитализации девочки у нее отмечалось снижение тела диуреза. Было проведено унитрозвуковое исследование почек с доплерографией сосудов, где выявлялось повышение эфогенности корринфимы почек и увеличение индекса резистентности до 0,74 при норме до 0,7 верхняя граница. Лабораторные показатели. Здесь у нас отражена динамика с момента поступления и 12 часов, которая первая находилась в нефрологии, в дальнейшем на момент перевода к нам в отделение. Собственно говоря, потеря белка примерно оставалась такой же за эти 12 часов, повторное исследование наше. Уже нарос уровень мочевины, то есть показатели азотомии существенно усилились. Концентрация цирреактивного белка в крови увеличилась, и мы видели снижение дальнейшей скорости клубочковой фильтрации. Собственно, немножко слабее, наверное, я неправильно поставила, но это бог с ним. И вот девочка в таком состоянии поступает к нам в отделение. Здесь, естественно, диагностически, собственно говоря, все данные свидетельствовали о том, что уже на момент геститализации у девочки развилось острое почечное повреждение на фоне высоких доз анальгина, и стадия была установлена недостаточно, стадия F. И, собственно, такие показатели являются, в общем-то, необходимыми уже для решения вопроса о начале заместительной терапии. Но на момент перевода к нам в отделение, мы, в общем-то, коллегиально, на коллегиальном осмотре врача-регуматолога токсиколога и заведующего отделения, мы решили на первый момент воздержаться от экстренного начала заместительной терапии и решили провести, начать лечение с консервативных методов, то есть с нашего классического форсированного диуреза, с ощелачиванием плазмы и с включением в терапию препаратов, которые влияют на дыхательные процессы в клетках, то есть в клеточные корректоры. У нас опыт применения таких препаратов, в общем-то, уже достаточно большой, накоплен при лечении остропочечной недостаточности, и мы буквально, в общем-то, с момента, спустя вот 12 часов с момента госпитализации и установки диагноза, значит, был форсированный диурез, и включили в терапию энергокорректор, в общем, мы используем цитофлорин на основе янтарной кислоты, и препарат многокомпонентный, собственно говоря, там входят и витамины группы В, и боксин, и сама непосредственно янтарная кислота. Препарат вводился ребенку внутривенно, 20 мл в сутки, с разведением на 5% глюкозе, скорость введения 3-4 мл в минуту, и в течение 5 дней ребенок получал форсированный диурез и лечение цитофлорином. И, собственно говоря, мы получили прекрасную динамику этого ребенка, и вопрос заместительной терапии на момент лечения в нашем отделении, в общем-то, отпал. И обошлось все у нас достаточно хорошо, прошли на консервативном лечении, и мы с вами вот на этом слайде видим динамику лабораторных показателей, собственно говоря, на пятой сутке на фоне нашего консервативного лечения, детоксификационной терапии и использования мембранокорректора, мы получили хорошую динамику. Уровень креатинина практически приближался к нормальным показателям, концентрация белка в моче снизилась до практически следовых, улучшилась скорость клубочковой фильтрации. И, в общем, в дальнейшем эта девочка после проведенного курса лечения, естественно, было рекомендовано ей обращение и наблюдение в динамике, потому что, конечно, риски развития хронической болезни почек у этого ребенка будут достаточно высоки в дальнейшем. И при выписке из нашего стационара этот ребенок ушел под амбулаторное наблюдение, соответственно, либо в зависимости уже от желания родителей, либо на уровень поликлиники с рекомендациями по контролю за биохимическими параметрами, с рекомендациями по контролю за общим анализом мочи и, соответственно, наблюдение нефролога. Либо же обращение к нам в стационар, в амбулаторный центр нефрологический для наблюдения ребенка в динамике. Вот такой вот у нас был клинический случай. Действительно, диагностически он, в общем-то, интересен, потому что, ну, как правило, к нам поступают дети остро по скорой помощи, собственно говоря, после приема медикамента в достаточно короткие сроки, 1-2 часа – это максимум. Да, ну, за исключением подростков, которые могут экспозицию увеличивать до 12-24 часов, но чаще всего это экстренные больные, они острые, мы видим всю клинику в развернутом виде уже непосредственно у нас в отделении. Здесь ситуация была другая, да, остроту заболевания и клинических проявлений ребенок пережил дома, и как раз вот этот вот диагностический поиск и уровень взаимодействия разного звена и амбулаторного, и нашего госпитального разных отделений привел к тому, что ребенку достаточно вовремя была начата эцитопротекторная терапия, и достаточно вовремя мы начали нашу интенсивную терапию в условиях нашего отделения профильную, и ребенок с хорошими результатами был выписан уже для лечения. Ну, здесь история такова, что ребенок, естественно, не ушел домой после преднамеренного отравления, а ребенок ушел на лечение уже в стационар психиатрического профиля с дальнейшим уже наблюдением, собственно говоря, в нашем нефрологическом центре, куда родители успешно записались, и после выписки из стационара девочка будет находиться у нас под наблюдением дальше. Спасибо, коллеги, за внимание. Я думаю, что я очень достаточно коротко, конечно, рассказала и, может быть, спивчиво, но прошу меня извинить за это, мой первый опыт, но, надеюсь, это в жизни для вашей практики педиатрической будет хорошим клиническим примером. Наши контакты, мы всегда доступны в случае отравления и химической этиологии, к нам всегда можно позвонить и обратиться за консультативной поддержкой, и мы всегда будем давать рекомендации в плане диагностики наших заболеваний и оказания специализированной помощи. Большое спасибо, Лидия Анатольевна. У нас присутствуют врачи со всей страны, есть врачи из Казахстана, из Узбекистана, ну и практически почти 250 человек сегодня. Я хотела, вот есть вопрос доктора Евгения Михайловна. Скажите, пожалуйста, встречались ли в вашей практике случаи токсических осложнений после приема немесулида? После приема немесулида острых отравлений не зарегистрировано. Именно в разумных дозах. Да, вот в разумных дозах не зарегистрировано у нас острых нарушений ни у детей маленького возраста, ни у детей подросткового возраста. Но здесь, как у всех нестероидных противовоспалительных препаратов, немесулид препарат действительно будет опасный по развитию анальгетической нефропатии, есть такой термин. Это заболевание, в общем-то, развивающееся при хроническом длительном приеме этих препаратов. И как раз оно будет характеризоваться поражением почек. И чаще всего, в общем-то, это заболевание будет как бы вторичным на фоне каких-то основных заболеваний. И чаще всего будет находкой для врачей-педиатров. И, как правило, эти пациенты будут уже обращаться за специализированной помощью в нефрологические отделения, а не в отделение токсикологии. Вопрос от Елены Николаевны Гурьевы. Разрешите спросить, нужно ли согласие родителей на анализ мочи на токсикологические показатели? У ребенка с какого возраста? Это какой-то общий анализ? Или можно смотреть барбитураты, например, или там разные реактивы? Коллеги, вопрос согласен. Очень часто эти вопросы задаются в нашей токсикологической практике. Я думаю, что и в педиатрической практике в том числе. Согласия берутся до 15 лет. С законного представителя ребенка, то есть это могут быть папа, мама или опекуны, после 15 лет согласие берется с самого подростка. Как правило, у наших пациентов токсикологических мы берем общее согласие с планом лечения и обследования, где оговаривается и включено прописано проведение химико-токсикологического анализа. Отдельное согласие именно на эту процедуру не берется. Но бывают варианты, когда, например, по каким-то принципиальным соображениям или когда есть определенный анамнез, например, подросток может отказаться или родитель от проведения химико-токсикологического анализа на наркотики. И они могут это конкретно прописать. Я отказываюсь. Тогда, конечно, по закону это исследование мы проводить не можем. А в целом анализ проводится, собственно говоря, мы указываем либо препарат, с которым ребенок к нам поступил, да, конкретно что искать, либо если анамнез неизвестен, бывают такие варианты, что ребенок поступает в бессознательном состоянии, токсикологического анамнеза нет, но клинически вот есть подозрение, что это отравление. Когда это запускается химико-токсикологический скрининг, в котором смотрится, большинство, собственно говоря, медицинских, медикаментозных препаратов, да, смотрятся наркотические вещества, алкоголь, ну и, соответственно, в дальнейшем, если будут требоваться, дополнительно могут проводиться исследования по спиртам. Если будут требоваться, то можно проводить отдельно исследования, это спектральные исследования на тяжелые металлы, если возникают такие вопросы. Ну, то есть, в общем-то, вот так, с точки зрения диагностики химико-токсикологической. Вот у нас в Москве мы, слава богу, в общем-то, и на базе нашей больницы есть химико-токсикологическая лаборатория, которая нам позволяет определить, в общем-то, токсикан в течение первых двух часов и тесно взаимодействуем. Очень хорошие, мощные лабораторные возможности, химико-токсикологическая лаборатория, Московского наркологического центра. Мы с ним взаимодействуем, и здесь как раз мы имеем возможность определять различные виды наркотиков, да, то есть абсолютно различные, и, собственно говоря, алкоголь, и в том числе с концентрациями. Ну, конечно, уважаемые коллеги, мы сейчас находимся в таких жутких рамках, да, с этой демократией. Вот он погибает, а ты не имеешь права ему взять и определить этиологию, причину отравления. То есть он не говорит, как вот эта девица наелась таблеток, несколько дней ходила, это хорошо, что ваши врачи нацелены на все-таки отравление, поскольку вот такой токсикологический центр существует, и по вопросам, да, которые задавали ваши врачи, они выявили, что это было все-таки отравление анальгином. У нас была одна девица, там вся семья была нацелена на похудание, начиная с мамы, старшей сестры, которая была второкурсникой, второкурсницей в мединституте, и все ее уже называли врачом. И вот эта девица начала худеть. Мама длительное время не придавала этому значения, а потом, когда отодвинули диван, то за диваном было такое количество фурусимида и бисокодила, то есть она покупала эти препараты, ну, по-видимому, никто не убирался в этой квартире, что это было очень давно, да. Поэтому, конечно, могут подростки, сейчас очень опасное время, принимать все, что угодно. Поэтому наводящими вопросами, конечно, надо все это вытаскивать из них. И вот этот случай был как раз очень показательный. И вы показали, что анальгин на первом месте – это почки, да. Может быть, как острое почечное повреждение, так и развитие хронического тублоинтерсциального нефрита. Ну, 20 лет назад я защищала докторскую диссертацию как раз по тублоинтерсциальным заболеваниям почек, но ситуация была совсем другая. У нас чаще всего были обменные нарушения, чаще были поствирусные, тублоинтерсциальный нефрит. А вот по литературным данным, когда я писала обзор, я находила, что среди взрослого населения, которые влечены анальгетиками, то есть когда патологоанатомы вскрывают пожилых людей, то приблизительно у двух третей находят тублоинтерсциальное поражение, вызванное, как правило, лекарствами. Поэтому длительные приемы, особенно нестероидных противовоспалительных средств. Поэтому вот должна быть нацеленность как раз на подростков, на то, что они могут обманывать. И вот как раз этот случай не острый, а хронический. Молодцы, что ваши врачи выявили это отравление, вытащили из нее, что она приняла такое количество таблеток. Сегодня, к сожалению, дети сидят в различных сайтах, появляются группы, которые начинают мечтать о смерти в 11 лет. И с этой целью могут принимать все, что угодно. Мне очень интересно. Анальгин на первом месте – острое почечное повреждение. А когда мы читаем данные про портстаму, то средство ухода из жизни в Европе, поскольку он продается в обычных гастрономах, не в аптеках, и превышение дозы портстамола приводит к остропеченочной недостаточности, то есть некрозу печени. Вот меня потрясла, конечно, доза анальгина, то есть 100 миллиграмм на килограмм массы, то есть таблетка для 5-килограммового ребенка, может быть, смертельна. И я вспоминаю вот эти страшные рекомендации. Возьми таблетку анальгина и клизму сделай с анальгином, растолчи в порошок. Помните, ведь это же было всегда. И что там таблетка? В течение дня ребенку могли по четвертинке 5-килограммовому делать эту клизму, и фактически могло быть вот такое тяжелейшее поражение вплоть до острого почечного повреждения. Поэтому, конечно, вы правы, что на сегодняшний день мы должны забыть про анальгин. Он только остается. Но, правда, вот сегодня появился парацетамол, когда парентеральный. Интересно, вот у нас должны присутствовать врачи скорой помощи. Доктора входят и сегодня, есть ли в укладках у врача скорой помощи парацетамол для паранатерального введения? Вот что делать? Есть, дорогие коллеги? Здравствуйте, да, есть. Да, скажите, пожалуйста, он появился, парацетамол? Парацетамол уже нет в паранатеральной форме. Нет, он существует, когда начался ковид, то даже в протоколы он вошел. Просто он доступен или нет? На данный момент не могу ответить. Нахожусь на переподготовке по педиатрии. Ну, понятно. Ну, то есть его нет. Поэтому вот... Ну, не было. Не было. Анальгин как средство все равно остается в скорой помощи, потому что родители вызывают, они и свечи... Остается. А? Для паранатерального введения все равно остается анальгин. Остается, да. Да. Ну, поэтому... Парацетамол есть внутривенный для паранатеральной формы. Особенно в ковид-отделениях пользуемся только им. Вот. Вот, значит, это правильно мы знаем для ковидных отделений. Но помните, это было... Он доступен и для любых отделений. Надо просто его выписывать в отделение, потому что доктора не все знают о внутривенном, то есть для паранатерального введения фарацетамол. Вот, молодец, спасибо, потому что в марте месяце, вы помните, ВОЗ скоропалительно сообщили о том, что ковид и ибупрофин несовместимы между собой, и надо только парацетамол. И я знаю, что в некоторые стационары ковидные он поступил. Поэтому спасибо, пожалуйста, большое за ваше добавление о том, что он появился, и, возможно, надо его только просить, чтобы он появился. Значит, он вводится внутривенно, поэтому для врачей скорой помощи его надо разводить? Только капельно или можно струйно? Внутривенный фарацетамол не разводится, как и в том виде, в котором есть. Но его можно вводить в вену, не капельно? Медленно. Внутривенно, очень медленно. Желательно, конечно, все-таки капельное введение, но предусмотрено, у нас были варианты, даже исходя из своей практики, потому что при лечении токсических пневмоний, аспирационных пневмоний, мы стали последнее, вот, наверное, в течение последнего года использовать как раз внутривенный парацетамол. Были варианты внутривенного введения, но больные испытывают дискомфорт при введении, как бы, местной, да? Да, местной, местной, просто идет раздражающее действие на сосудистую стенку, это не очень приятно, поэтому мы предпочитаем, конечно, капельное введение. Ася Ахметовна Гирина у нас присутствует, главный педиатр Хантамансийска. Вот она говорит, что есть перфолган, анальгеном давно в областной больнице не пользуемся. Что такое перфолган? Ася Ахметовна. Ирина Николаевна, слышите меня, да? Здравствуйте. Перфолган, это вот как раз и есть эфимол или перфолган, это внутривенная форма парацетамола. И вот когда, когда начали, вот у нас были аудиты стационарной помощи, ну это уже сколько, 3-4 года назад, анальген был сразу убран из детского отделения, из детского инфекционного отделения. Конечно, это вызывало сопротивление, но в принципе все получается. И с перфолганом получается, и с парацетамолом пароральным получается, поэтому вот у нас в педиатрическом отделении уже анальгена именно для литической смеси нет давно. Он может присутствовать, если только как анальгетик, вдруг кому-то зачем-то понадобился, но вот именно с жаропонижающей целью нет. И обходимся, все получается. Этери Гаджиевна, Курбанова, скажите, пожалуйста, давно ли вы пользуетесь парантеральной формой парацетамола? Добрый день. Очень редко, когда была ситуация с гипертермией, мы вводили парантерально, капельно и фенол. То есть у вас больница, напомните? Я работаю в СМ-клинике, вам было в поликлиническом отделении, но бывают ситуации, когда нужно экстренную помощь оказать. СМ-клинику московская частная тоже внедрила. Да. Хорошо, спасибо. Еще какие есть вопросы к Лидии Анатольевне? У меня вопрос к Лидии Анатольевне, пока вы думаете, в отношении витамина D. Вот нашумевшие случаи, которые случились в Дагестане и Чечне, связаны с исламским витамином D. Один из этих детей, девочка попадала в вашу больницу. В принципе, ваши врачи, они первые задумались о гипервитаминозе D. Вы консультировали этот случай, нет? Нет, лично я не консультировала. Эта девочка сейчас лежит у нас. Дело в том, что мама уверяет, что она давала всего одну каплю. Нам просто определили содержание витамина D в этом исламском витамине D, где якобы 500 единиц. Там оказалось больше 2000 в одной капле. Поэтому мы точно не знаем, сколько давала мама, но у этого ребенка витамин D при максимуме 100 нанограмм на миллилитр был на каком-то этапе 9000. Ну, в общем, сейчас он больше 210 нанограммов, и лаборатория ФИС больше не определяет. Поэтому сейчас как бы формируется нефрокальциноз. Поэтому, дорогие коллеги, фальсифицированные лекарства существуют. И на сегодняшний день более 700 так называемых исламских лекарств изъято из аптек Грозного в Дагестане. Поэтому, дорогие коллеги, нельзя назначать непроверенные пищевые добавки, которые это относится точно так же к iHerb, потому что все, что как бы в iHerb, они не всегда, то есть они вообще не сертифицированы в России. Поэтому покупать лекарства нужно в аптеках. Поэтому может быть отравление, связанное с тем, что вот эти лекарства, они некачественные, или подделки. Хорошо, еще есть вопросы? Интересно, когда на скорой до сих пор доктор пишет Наталья Сергеевна пленату с инъекцией анальген супрасит в качестве экстренно жаропонижающего. Встречаются ли у вас дети с побочными реакциями? Именно с побочными реакциями? Ну вот за свою практику именно в отделении аллергических реакций на анальген я не встречала. Естественно, бывают побочные реакции, которые мы расцениваем как отравление легкой степени. В основном, в общем, вот эти соматические проявления, тошнота, рвота, жалобы на шум в ушах, плохое самочувствие. В принципе, такие варианты встречаются. Но здесь тоже нужно учитывать возраст детей, которым применяется этот анальген. И опять-таки, сколько вводилось. Именно вот в возрастной дозе и однократный прием острых состояний я не видела. Спасибо большое. Вопросов больше нет. Мы рады, что вы с нами. Очень благодарим вас за то, что вы откликнулись. И надеемся, что мы периодически будем с вами встречаться, и вы нам расскажете еще много интересного. Будьте здоровы, всех вам благ. Большое спасибо, Лидия Анатольевна, за прекрасное сегодня выступление. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин